Свою встречу с ветеранами афганской войны, а также вдовами погибших воинов, мэр города Александр Рогачук с самого начала обозначил не как дежурную, а как рабочую, поскольку она далеко не единственная в году. Что может сделать власть и общественность? На какие мероприятия и проекты ставить акцент? А, наконец, какие проблемы и вопросы назрели у представителей второй стороны диалога? Все это основные направления беседы, которая в очередной раз состоялась между градоначальником, ветеранами локального конфликта и вдовами погибших воинов. Спектр вопросов, которые мы обсуждаем, широкий. Это касается и личных проблем, и в целом нашего афганского движения. Поэтому я очень рад, что в течение года у нас эта встреча не единственная. Мы постоянно находимся во взаимодействии с афганским активом, с матерями, вдовами погибших воинов-афганцев. Поэтому это встреча друзей, это встреча единомышленников. Именно этой категории, категории семей погибших на региональном уровне и в нашем городе, отчасти благодаря тому, что председатель горосполкома Александр Степанович Рогачук сам является ветераном Афганистана, многое делается для того, чтобы, ну, во-первых, чтобы дать понять, что не одни остались со своим горем вдовы и матери, ну и оказывать непосредственную помощь. Сегодня в Бресте живет около полутора тысяч ветеранов афганской войны, длившейся почти 10 лет. Многие солдаты вернулись с боевыми наградами, в то время как 28 наших земляков родные так и не дождались. И с каждым годом воспоминания в сердцах вдов и матерей о родных и близких становятся все отчетливей. Когда кажется, что одиночество так близко, поддержка всегда находит своего адресата, признается вдова майора Александра Чубина Наталья. По ее словам, во многих вопросах на помощь приходит городская власть в лице градоначальника. Мы считаем, что наш председатель – это наш папа. Меня не зовут мамой. У нас самое лучшее отношение. С любой мелочью, с любым замечанием, по поводу здоровья или что-то, мы обязательно с нашим председателем помогаем в чем только можем. Поэтому у нас очень тесные отношения и очень дружные. Мы действительно как одна семья. Александр Рогачук обсудил с присутствующими проблемные вопросы в сфере льготного обслуживания и заверил, что в ближайшее время все спорные моменты будут улажены. Для семей погибших война – это незаживающая рана на сердце каждой вдовы и матери. Поэтому сегодня оказание поддержки на уровне государства и города – работа, которая успешно выполняется на протяжении многих лет и, безусловно, будет продолжена в дальнейшем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!